В Экибастуз теплоэнерго подтвердили гибель сотрудника ТЭЦ. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы погибшем начальнике участка. 4 декабря в организацию позвонили полицейские и сообщили, что его тело нашли в машине в одном из гаражей общества «За рулю». По данному факту проводится проверка. Ситуацию в Экибастузе сегодня в куларах правительства прокомментировал заместитель премьер-министра Сирик Жумангарин. По словам чиновника, все усилия сейчас брошены на замену батарей. Он рассказал, почему еще не у всех жителей города тепло в квартирах. При подаче начали лопаться батареи. То есть тепло в дома подведено, вопросы, связанные с тепловыми линиями, решены. Теперь вопросы находятся внутри самих жилых домов. И сейчас те, кто там на месте есть, все усилия прилагают для того, чтобы заменить батареи, стояки, внутренние системы отопления. Чиновник считает, что с передачей ТЭЦа в госсобственность торопиться не стоит. Сначала нужно попытаться исправить ситуацию совместными силами, чтобы в итоге проблемное предприятие, в которое Владимир должен был вкладывать инвестиции, не повисло тяжким временем на государстве. Вопрос на стадии анализа. Необходимо, прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить его состояние техническое. Если вот это сейчас будет непосильное время для государства, то фактически мы заберем у собственника и сделаем ему подарок. Правильно?